Приветствую вас! Я полагаю, что ответ на ваш вопрос, как именно вам выбрать профессию и на кого идти учиться, на этот вопрос вам хорошо ответила моя коллега Лидия. Я полагаю, что с профессиональной точки зрения, ответить на ваш вопрос более полно, вряд ли представляется возможным, именно с позиции профессионального выбора, скажем так. Но, при этом, несмотря на полноту ее ответа, мне бы хотелось запронуть немножечко другую тему вашего сообщения, которую, как мне кажется, либо никто специально не затронул, либо, собственно, ну, посчитали, может быть, это не нужно. Какая же это тема? А тема эта следующая. Мне очень нравится держать ребенка на руках, укачивать его и петь при этом колыбельную. Я бы всю жизнь укладывал спать таким образом. Хочу связать свою жизнь и свою профессию именно с этим рассказом. Видите ли, Егор Сергеевич, дети вырастают, дети становятся старше, а дети перестают нуждаться в том, что мы их укладывали. Дети хотят разговаривать, дети хотят общаться, дети хотят взаимодействовать, дети хотят, в конце концов, развиваться. И понимаете, в чем дело? Вот на первый взгляд кажется, что вы очень сильно любите детей. На первый взгляд. Но вы даже если и любите детей, то любите вы их как-то очень ограниченно. То есть все, что вам нравится делать с ребенком, это по сути только укачивать его и петь колыбельную. И все. Но это очень ограниченное восприятие ребенка. Ведь на самом деле, на самом деле, у ребенка есть много чего еще. И множество потребностей, помимо того, что его нужно укладывать спать. И вопрос в том, насколько ли вы готовы удовлетворять все это, все потребности ребенка, именно дамы. Далее, вы говорите, что вам хочется свинать свою жизнь именно с этим процессом. Процессом укладывания ребенка спать. Вам очевидно, это очень нравится. Вам очевидно доставляет удовольствие этот процесс. Вопрос в том, почему. Почему вам выздоровляет удовольствие этот процесс? Я хочу, чтобы вы постарались на этот вопрос ответить. У меня сложилось ощущение, что вам нужно укладывать ребенка, что вы чувствуете себя в этот момент хорошо. что вы чувствуете в этот момент себя спокойно, например, или там, ну, приятно, или как-то еще. У меня с родным с разрешением, что вам, именно вам нужно больше укладывание ребенка, значит, в постель, а не ребенку самому. Потому что для этого, еще раз, у вас слишком узкое восприятие. Малыша, у вас слишком узкое знание о нем. И слишком маленькую роль вы отводите ребенку в взаимодействии с собой. Поэтому я полагаю, что изначальная задумка, то есть задумка ухаживать за детьми неплохая. В целом, я бы сказал, что она хорошая, она прекрасная. Но либо вы реализуете как-то свои желания, вот именно в этом контексте, то есть, думаете, почему, например, вам хочется укладывать ребенка в спать, только чтобы вы в целом это делали. Либо вам нужно подумать, чем для вас это так привлекательно, и проработать это, то есть понять это, и реализовать это самому, чтобы ребенок не выступал в качестве средства для удовлетворения ваших потребностей. И после этого лучше выбрать профессию куда более, например, адекватную для вас, чтобы она целиком и полностью вас устраивала, но чтобы она была не такой, как у вас сейчас, а чтобы она была более широкой, чтобы она была нацелена на то, что ребенок это личность, а не тот, кого надо только укладывать, укачивать и петь в колыбельную. Лично мне показалось, что у вас есть личное заинтересованность в том, чтобы вести именно такой образ жизни. Что это? Стремление к спокойствию, к умиротворению или получение через ребенка чувства защищенности, может быть, и так далее, пока неизвестно. С вами нужно в этом направлении работать, чтобы понять, но если вы хотите разобраться, то вам нужно выбрать психолога и поработать с ним лично. И тогда вам будет понятно, чем продиктована ваша такая стратегия дальнейшей реализации. Ну, а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.